Итак, здравствуйте, дамы и господа! Новая серия фильмов. Сегодня мы тренируем грудь, бицепс, может быть и пресс. Итак, сегодня я покажу, какие упражнения можно делать на грудь, которые будут по-настоящему качественные, по-настоящему полезные. Вот, то, что я делаю уже на протяжении многих лет, поэтому я такой, как видите, накачанный, огромный, здоровый, просто гигант, чемпион, армрестлерный и так далее. Нет, не преследуется набор мышечной массы, хотя и это как бы очень важно, красота тела и так далее. Преследуется красивая фигура, красивые линии, значит, тело в хорошей форме, сохранение здоровья позвоночника, связок, сердца, сосудов мозга, сосудов кишечника, организма и всего. То есть, тренировка нацельная на увеличение физической формы, выносливости силы, показателей физической силы, выносливости и так далее. Количество повторений будет хорошее, а также, а также для того, чтобы просто поддерживать себя в хорошей форме. Для любого человека, который хочет и не знает, как это сделать. Все, сегодня я сейчас вам покажу. Значит, первое упражнение будет отжимание вниз головой. То есть, мы поднимаем ножки вверх. Задача сегодня не только разогреть грудь, а также прокачать отдельно каждый элемент. И мы будем сначала делать план такой. Сначала сделаем отжимание вниз головой, потом мы сделаем отжимание горизонтальное, а потом мы сделаем брусья. Или сделаем отжимание вниз головой, брусья, а потом горизонтально. Можно сделать так. Брусья как база, а потом отжимание вниз головой, горизонтально. Но мы делаем первое упражнение вниз головой. Почему? Потому что я Пока мы сейчас свежим, мы сосуды не уставшие, поэтому я дам небольшую нагрузку на сосуды, тем самым приготовлю мозг к давлению, которое будет возникать в организме и так далее, то есть непосредственно давление крови. И так как я свеженький, сосуды не получат такой мощный удар, потому что если я буду делать это упражнение после брусьев и после другого вида отжиманий, потом я чувствую, как голова немножечко нагружена. Поэтому для того, чтобы поберечь сосуды мозга, мы будем делать отжимания вниз головой первым. Хотя иногда хорошо побыть вниз головой после тренировки. Не отжимайся, а просто повисеть под углом минус 45 градусов, для того, чтобы почувствовать эффект восстановления. Но это в будущем. А сейчас мы начнем делать отжимания. Итак, приступим. Значит, я выбираю интуитивно угол наклона своего организма. Если я хочу что-то изменить, я могу подвинуться ближе, соответственно, приподнять бедра больше вверх. И начинаем количество повторений 12-15. Бинго! Первое сделано. Итак, приступаем ко второму подходу. Первый прошел на урапид. У нас повторения пошли великолепно. Сейчас сделаем 10-12 по ощущениям. Ножки ставим вверх. Бедра задираем немножко. Можно чуть-чуть согнуть колени, для того, чтобы баланс был более удобным. Поехали! Следим за дыханием. Супер! Просто не передать. Закатное солнце. Температура воздуха супер. Влажность отличная. Настроение супер высокое. Бам! Итак, третий подход. Отжимания вниз головой. Целевая зона. Прокачка. Передние дельты. Вверх грудных. Ну и все остальное, что участвует. Пресс там и так далее, и так далее. Мышцы, которые в синергии. Так, напоминаю. Дыхание. Вниз вдох. Вверх выдох. Первые два подхода делаем немножко быстрее. Последний сейчас, когда я уже чуть разогрелся, я буду делать медленнее. Десять раз. Пауза. Итак, я уже получил дозу опятов, глаза начинают плыть. Я чувствую, как выбросились эндорфины в кровь. То есть эффект тренировки наступает. Сейчас я сделаю еще последние восемь повторений. После чего я сниму футболку. Представляете себе, сниму футболку для вас. Но я обращаюсь непосредственно к женщинам, к девушкам, молодым, красивым, блондинкам, брюнеткам. Ну ладно, мы продолжаем. Мужчины тоже могут смотреть. Но в данном случае я мужчинам покажу только часть груди, внутреннюю часть мышц моих. Ладно, смеюсь. Хорошо. Итак, восемь повторений. Смотрим. Я где-то потом снимаю футболку и показываю эффект, который был достигнут. Или может быть вообще не был достигнут. Посмотрим. Напоминаю, делаем медленно, эротично, как Артур Пирожков. Раз. Два. Запиши мой простой телефон. Три. Четыре. Пять. Шесть. Соседи. Семь. Восемь. Итак, последний подход. Как я и обещал, снимаю футболку. Внимание, номер. Итак, значит, задача. Внимание, смотрим вот на вот этот отдел. Цель была прокачать вот эту часть груди. Как вы видите, оно покраснело. И непосредственно. Итак, вот посмотрите. Вот, это называется грудные мышцы, построенные строго на отжимании. Значит, вот, вот вверх. Нас интересует непосредственно вот эта часть. Вот, можно посмотреть. Не знаю, если видно в камере. Кровоприлив был достигнут. Так же, вот, передняя дельта. И все остальные мышцы, как стабилизатор. Хорошо. А сейчас? А сейчас мы начинаем горизонтальные отжимания. И сделаны они будут три или четыре по восемь с хлопками. Итак. Вода. Кто-то спрашивает, нужно ли пить. Ребята, нужно пить маленькими глотками каждые две-три минуты. Не слушайте никого, что не нужно пить или еще что-то. Всегда пейте. Как только хотите пить, знайте, что вы уже опоздали попить воду. Вы должны пить до того, как вы захотели пить. Потому что, если вы захотели пить, уже час, как вас мучает жажда. Утолим жажду. Реклама Pepsi Cola с родника. Не обсуждается. А сейчас, как я и обещал, отжимания с прыжками. Горизонтальные отжимания с прыжками. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И еще два. Девять. Десять. И еще два. Одиннадцать. Двенадцать. Итак, планировалось восемь. Сделали двенадцать. Но чисто для шоу. Итак, продолжаем. Серия отжиманий с хлопками. Иван Высоцкий. Тренер. Десятилетний стаж. Двадцатилетний стаж занятий спортом. Вот так выглядят спортсмены с двадцатилетним стажем. И не верьте тем, кто говорит, что такие спортсмены худые или никогда не занимались спортом. Вот так выглядят настоящие спортсмены. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ждем вас на площадке. Или на этой, или на своей. Ближайшая площадка вашего города. Сегодня, завтра, послезавтра. Хочу видеть ответное видео. Итак, начинаем третий подход. Сейчас всего лишь восемь. Значит, небольшой совет. Те, кто думает, что чем больше сделаешь, тем лучше. Ошибается. Когда-то я тоже так делал. Я делал 750 отжиманий утром, 950 брусья вечером. Мне казалось, что так будет лучше. Моя грудь, мышцы груди были похожи на пакет с молоком. Я разрывал свои мышцы в хлам. Да, связки становились крепче. Да, я гордился собой. Но это был передоз. То есть, я делал за один день все, что можно было сделать за три месяца. Итак, три подхода, не больше. Плюс хорошая разминка. Три упражнения – это уже много. Поверьте, от трех упражнений ваша грудь будет расти очень хорошо. Три упражнения по три подхода, не превышая 10-12 повторений. Даже если вы чувствуете, что вы можете сделать еще, никуда не спешите. Потихонечку природа сделает за вас то, что вы ей приказываете и указываете сделать. А сейчас отжимания. 8 отжиманий с хлопками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, переходим на... Куда вы думаете? Куда? На брусья. Итак, я уверенным шагом направляюсь к одному из своих самых излюбленных упражнений. Упражнение, которое прошло со мной сквозь жизнь. Упражнение называется отжимания на брусьях. Что нужно настоящему мужчине? Я много думал об этим вопросах. Может быть делать много приседаний со штангой? Нет, я скажу вам. Может быть много делать жим со штангой? Нет, я скажу вам. Настоящему спартанцу нужно здоровое сердце, хороший кишечник, чистая печень и обычный парк. Вы думаете, спартанцы много ели? Нет. Ровно столько, сколько помещалось в руку. Они делали это один раз в день, а бывало и один раз в два дня. Эти люди были показателем доблести и мужества. И не только спартанцы. Русские, украинские и так далее. Войны всех славянских стран. Это простота, порядочность, дисциплина. Если вы не имеете возможности заниматься в зале, всегда есть площадка. И не думайте, если кто-то больше вас, значит он сильнее. Чем больше шкаф, тем больше пыли, сказал мне однажды мой дядя, чемпион союза. Поэтому не стесняйтесь ничего, не стесняйтесь своего тела. Будьте довольны тем, каким вас создала природа. Поэтому гордитесь собой. Единственное что? Дисциплина, скромность, порядочность и простота. Простота – залог успеха силы. А знаете, сила начинается с правильных мыслей. А мы идем делать брусья. Итак, первый подход. Брусья любит тоже правильный подход. Аккуратно. Мы сделаем 12-15 повторений с хорошим дыханием. Let's go! Итак, небольшая ремарка. Есть люди, которые говорят, что для того, чтобы построить внешнюю часть груди, нужно расставить локти, делать отжимания со строго расставленными локтями. Я скажу им, нет, я сделал десятки тысяч, сотни тысяч отжиманий на брусьях. Я вам скажу так, если ваша природа командует вам ставить руки так и сводить локти, делайте именно так. Не носильте свой организм, не помещайте свой организм в нефизиологические позиции, не думая, что пожертвуя этим, я построю себе какую-то внешнюю часть груди. Ваша грудь будет ровно такой, какой прописанной в генетике. В моем случае она круглая, есть люди с квадратной грудью, с трямоугольной, прямоугольной, с пирамидальной, какой хотите. Брусья должны быть сделаны. Единственное требование, брусья не должны быть очень широкими. Хотя и это в некоторых случаях позволительно. Ставьте руки так, как вам удобно. Делайте с удобной вам скоростью. Старайтесь не растягиваться сильно вниз. Не доразгибайте локти для того, чтобы не нагружать суставы. Это все то простое. Плюс пробуйте. Именно ваш организм подскажет вам, как лучше. Не делайте много, делайте всегда скромнее. Сделайте лучше меньше, но качественнее, чем много и травмироваться. Я травмировался много раз, поэтому могу сказать на своем собственном мнении, на своей собственной шкуре. Брусья классное упражнение. Не расставляйте локти, не форсируйте свой организм. Поставили ручки, отпустились, почувствовали, что вам комфортно. Вперед, бой! Итак, мы сделали два упражнения. Отжимания вниз головой. Отжимания с хлопками горизонтально. И сейчас я уже сделал два отжимания на брусьях. Вот, вы можете увидеть непосредственно, какой становится грудь, как она наливается. Понятно, что это не все кровь. Это также мышцы, сделанные годами. Годами тренировок, настоящих тренировок. Жестких, целенаправленных и так далее. Поэтому, вот сейчас вы можете увидеть, какую грудь по-настоящему можно построить на брусьях. Это не мистер Олимпия. Это не чемпион города по бодибилдингу или фитнесу. Это просто хороший, здоровый организм. Ура! Отлично! Отлично! Итак, сейчас мы будем работать непосредственно с эластичной резиной. Вот, для того, чтобы сделать еще где-то 2-3 по 15 раз. Просто для того, чтобы дать трофику. Прокачать немножко крови в мышцу. При очень малоинтенсивной нагрузке, но объемной. Поехали! отлично отлично с другой стороны попадите пожалуйста отлично самочувствие прекрасно сейчас есть меню угол значит атаки угол тяги непосредственно для того чтобы чуть-чуть изменить просто диверсифицировать тренировку первоначально было вот здесь зацеплено а я сейчас цепляю сверху просто для того чтобы добавить удовольствие немаловажным является фактор удовольствие в время тренировки потому что вы не должны терять мотивацию плюс просто попробую для того чтобы почувствовать а что же будет что я почувствую я чуть наклонюсь и буду тянуть колено отлично отлично финиш грудь закончена переходим в бицепс и так следующее упражнение будет сгибание с эластичной резиной на бицепс нагрузка не очень большая но в то же время в связи с тем что мой организм привык работать со штангами потягиваться и так далее это тренировка для меня нетипичная нестандартная нагрузка в результате чего я чувствую как мои мышцы очень хорошо забиваются и набухают набиваются кровью манерная система тяжело распознает эту нагрузку и воспринимает ее как новую и так спина ровная колени чуть-чуть согнуты начали раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять четырнадцать четырнадцать три отлично там тататан тата тататан 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 начали раз два три четыре сейчас вот после трех упражнений на грудь вот грудь вот бицепс вот просто натурально прокачанный бицепс непосредственно с резиной с эластиком небольшой немаленький очень рабочий бицепс обычно дзюдоист как один из вариантов сейчас я продемонстрирую сгибания поочередно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать сейчас я продемонстрирую новое упражнение на бицепс такой ненавязчивая нельзя сказать что она классическая чисто по ощущениям с вами в руки на ширине плеч ноги ставим подставочку вот и стараемся работать чисто чисто бицепсом значит техника приводим руки к плечам не тянем назад а приводим их к плечам или к подбородку вот стараясь не менять позицию тела стараемся вот таким образом чтобы загрузить именно бицепс он это кушает Улетает. Постоим так. Итак, последнее упражнение на бицепс. Что-нибудь еще придумаем. Бицепс жгет, скажу честно. Из такой простой рамы мы сделали блочный. Разделаю еще один подход на бицепс. Сейчас мы снизу где-то зацепим. Хотя не думаю, что имеет смысл. Думаю, что хватит. Сейчас пойдем сделаем пресс. Какую-то форму пресса. Я такой ленивый. Но пресс всегда лень делать. Хорошо. Ну а теперь пойдем делать пресс. Итак, веревка подходит к концу. Осталось сделать 3 по 15, 3 по 20 прессик. Одно упражнение много не делаю. Так как во всех остальных мой пресс участвовал. Не хочу сильно перегружать позвоночник. Потому что потом чувствуется, что позвоночник устает. Одно упражнение мне хватит. Итак, начнем. Поехали. 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 Поехали.